Синалбардисты это зло для лыжника. Смотришь на эти горы и думаешь, как я тут буду спускаться? Это нереально. Пик закрыт. Закрыли пик. Всех висок. Только для прогулочной вы выходите. И вау. Какой вид, а? Какой боюсь все-таки. 4,5 стоимость скипаса. Это роза стадиум 960 метров. Парковка. Она здесь вроде как бесплатная. Смотрите, что у меня за 500 рублей. Ух, какой красивый закат. Кисюшечку. Буду скучать под тебе, моя девочка. Лаки. Как мы любим животик чесать. Мой красавец. Ребята, привет вам всем из дождливо-ветренно-солнечной Анапы. Я сегодня принял решение, что пора ехать в Сочи. Там находятся мои друзья, которые сказали, что очередей сильных на подъемниках нет. И поэтому стоит прокатиться и закатиться. Кисюшечка у меня тут начинает исследовать машину. Кошку мы сейчас везем к маме. Ну и по пути вам поснимай. Если что-то интересное будет попадаться, порассказываю, как сейчас добираться до Сочи. Вот именно из Анапы мне рисуют 7 часов, даже 6 часов 53 минуты. Это довольно-таки быстро. Значит, что трасса не сильно загружена. После новогодних праздников спад туристов произошел везде. Очень сильный ветер. Сегодня можно было все-таки пойти катать на кайте. Но я думаю, что в водичку после болезни пока лезть не стоит. Поэтому решил все-таки отправиться в Сочи. Как линяет кися. Прям летит шерсть. 360 километров. Время пути 6 часов 30 минут показывает. Я кошечку оставил у мамы. Буду грустить и скучать по ней. Но у нас ветер очень хороший. Где-то метров 12-13. Сейчас пробивает. Приходит тут дождь. Ну такой же квал. Честно, я бы, наверное, не стал сегодня кататься. Хотя ходка была на кайте. И ребята поехали врываться. И завтра будет прогноз. Но я что-то подумал, что все-таки надо беречь здоровье. И мама тоже говорит, поберегись. Они, да бог, осложнения. В общем, поехали в горы. Посмотрим, как там. 360 километров за 6 часов 30 минут до Сочи. Меня прям удивляет. Ну и на Данапе вот такие вот облака. И здесь мы уже порывы ветра прям поймали. Мужчинку сносит. По колосикам видно, как сильно ветер дует. Как мне нравится наша Анапская реалия. То есть тут дорога у нас под дождем. За пожалуйста, мы уже под солнцем. Хотя мы еще даже до поворота на Анапу не доехали. Вот она, наша любимая Анапушка с правой стороны. По левой стороне проезжаем виноградники. Выглядят они очень красиво. Несмотря на то, что нет сейчас листьев. И здесь у нас скончается Анапский. Начинается Новороссийский район. Здесь с левой стороны находится у нас Орел. И под ним бьет родник. Вот у Максима это любимое место для забора водички. Они отсюда ее бьют. Говорит, очень хорошее. Мы раньше из Анапы приезжали сюда на свадьбы. Я вот на первой своей свадьбе был здесь. И повязывали на Орле ленточке, чтобы сбывали желания. Мой брак это точно не сохранило. Но традиция была очень интересная. А потом мы решили, что надо, чтобы в Анапе ездили куда-нибудь там в Анапе. Я, кстати, не понял, куда у нас теперь ездят в Анапе. В такое место, чтобы привязать ленточку. Одна вертикальная авиация идет. Момент, чем прекрасно на пол. Скажите по картинке, что сегодня середина зимы. 15 января 2023 год. Это плюсы жизни у нас на юге. Иду на перевал, на Верхнебаканский. Посмотрите, здесь снежок лежит. Насколько все-таки контрастно все у нас. Насколько погода отличается. Вот солнышко выглянуло. Всегда в детстве радовало, когда здесь проезжали на автобусе. Так казалось страшно. А сейчас вообще не страшно. На Буэ здесь на Верхнебаканский идем. И с левой стороны, можете увидеть, здесь полностью все расчистили от леса. Огромное количество деревьев вырубили. То есть собираются здесь делать большущую развязку. Можете помнить и по ДПС посту это место. Но мы надеемся, конечно, что это местечко как раз-таки разгрузится, эта развязка. И будет трасса более легче здесь проходиться. Еще мне очень нравится вот этот вид. Впереди у нас горы. Здесь вот на Раевской целая такая огромнейшая полянка с озерами. Уф, красота. Вот всегда, когда здесь приезжал, прям захватывало. Нас как-то странный навигатор в этот раз повел через Новороссийск. Показывает через Кирилловку объезд, который на 7 минут больше. Ладно, доверяем навигатору. Новороссийский сухо. Это вроде бы дождик тоже был на обочинах. Чуть-чуть влажность присутствует. Специально заехал Новороссийский. Бывший фирменный Самсунговский магазин. Хотел купить на телефон переходник с USB-C разъема на 3,5 мм джек. Я потому что перепробовал уже кучу неоригинальных. Думаю, ну куплю здесь оригинальные. Они мне тоже предлагают неоригинальные. Причем там по цене 600 рублей. И он так же пишет звук как будто из трубы, из какой-то глухой. Не знаю, почему так Самсунг сделал. При этом не продавая никаких своих оригинальных переходников. В общем, ребятки, может быть кто-то в Москве там может прикупить оригинальный переходничок. Был бы вам благодарен. И там возможность это слать мне как-нибудь на почту. То есть там я оплачу все без проблем. Помогите, пожалуйста. Именно оригинал Самсунг. USB-C на 3,5 мм. Ну, обычно переходить на наушники для вас. Посмотрите, как солнечные лучи на горы падают. Это кольцо Новороссийске. Улица Советов. Пересечение. Реально не верится, что наблюдаем с вами, как исчезают целые горы. Когда-то об этом говорили, что возможно и бора потом пропадет Новороссийске. Когда их не будет, они перестанут, говорится, ветер усиливаться. Но не верится, реально не верится, что это происходит прямо в наших глазах. Ну что, Новороссийск остался позади. Постоянно останавливаюсь в этой стелле. С левой стороны у нас видна Кабардинка. Ну и здесь Новороссийская бухта. Особенно с такими кадрами невозможно просто так распрощаться, проехав мимо. Огромное количество кораблей и судов стоит на рейде. И в ту сторону тоже красота. А сегодня у нас оселение ветра будет ночью, поэтому сюда заранее готовятся. К тому, чтобы принимать шторм. В общем, красота черноморская. Двигаемся, ребятки, дальше. Пролетаем Кабардинку. Я думаю, что это место многим любимо. А впереди у нас уже снег на горах. Какова красота. Как я люблю Кавказ. Как я счастлив, что я здесь живу. Ну еще один взгляд кидаем на Кабардинку. Здравствуй, город Геленджик. Знак появился. Ну, Геленджик следующего бугра увидим. Слушайте, ну как классно. Развязочки сделали. Едешь себе такой великолепно классный и счастливый. Так бы до Сочи. Тут всего лишь 270 километров. Остается еще 5 часов. 5 минут там двигаться. Вот теперь здравствуй, Геленджик. Теперь мы его видим во всей красе. Конечно, самое красивое видное в Геленджик это с горы. А лучше еще колесо обозрения. Геленджик, город-курорт. Самая красивая, наверное, набережная всего Черноморского. Наше побережье находится именно здесь. Если гуляли там, пишите, что вам нравится, что не нравится. Будет интересно вас послушать. Проезжаем канатную дорогу на Сафари-парк. Здесь также находится трест. И за ним находится у нас надпись Геленджик. Тут, помните, были пожары, но до Сафари-парка они не дошли. Ну, здесь вторая канатная дорога. И краешком мы увидели надпись Геленджик. Вот он здесь находится. Ну, и вид на сам город. Красота. С лучок заката выглядит восхитительно. Посмотрите, природа дарит какой вид. Демноморская джин-хот здесь у нас направо. Съезд трассы. И вид на горы просто восхитительный. Дальше дорога уходит в леса, горы. И к большому сожалению вернемся мы только где-то километров через 60 на побережье. И там начнутся уже знакомые вам поселочки. Здесь вот после Геленджика есть интересные места вдоль реки. Можно остановиться, покушать. Я как-то в своих видеосюжетах эти места показывал. Сейчас останавливаться не будем. Спешим в Сочи. Здесь возрождение село. Впереди меня вот мужичок едет. Тут на руку управляет. Мопедиком, ватнички. Прям огонек. Тут тоже вроде бы поселочек, поселочек. Посмотрите, как красиво в горы со снегом смотрится. Какова красота. Вот как-то по-другому в этот раз. Река Жене, кстати. На реке Жене есть тоже водопады. Давно не ездил так, чтобы вот по сторонам едешь, смотришь. Обычно кто-то рядышком сидит. Вот это тут один, совсем один. Вот это тоже впервые. Особенно на закате горы смотрятся еще красивше. Не хватает слов, чтобы описать то, насколько это прекрасно. Горные дороги. Перед Пшадой мы встали в первый реверс на дороге. Вот она, ребятки, Архипо-Осиповка. Что-то задумался, прокатиться до берега моря, что ли? Передаю привет местным каналам Архипо-Осиповки. Ну и всем, кто любит Архипо-Осиповку. Машинку тут припарковал, вроде бы. За парковку никто не прибежал денег брать. Давайте закат посмотрим. Если успеем, конечно, то, что что-то солнечных лучей на горах не вижу. А я еще и с травой. Ну, чаечек в смысле. Травяное, вкусное. Конечно, выставка космических аппаратов, это круто. Я когда впервые приехал, такой, да ладно. Мечтал все это увидеть, оно здесь все стоит. Как говорится, смотри, не хочу. Здесь ветерочек уже разгулялся довольно-таки сильный. Как и света дует, но люди присутствуют. Я думаю, что они тоже приходили на закат посмотреть. Ну, честно сказать, что каких-то там прям глобальных изменений я особо не вижу. Только сильнейший шторм на море. Причем выглядит он довольно-таки круто. Сейчас мы с вами тоже ощутим его мощь. Набережная, я думаю, в зимнее время не всем знакома. Хотя тут тоже ребят, снимающих тут много, я думаю, что показывают постоянно, то, как это выглядит. Люди прячутся и под домиком от ветра. Ух, какой красивый закат. Да, фантастический. Много веток краснообразных повыкидывала. Скала ежик. И смотрим панорамку. Красотища. Архивка. Фантастика. Посмотрите, как волны налетают на пирс. Бедный пирс. Море кипит прям живое, настоящее. Ну так, я думаю, не зря заскочили красоту-то посмотреть. Как вам, ребята? Как раз по кайфу размялись немножечко, чаечек попили. И можно ехать. Надеюсь, что сильный ливень меня в дороге не поймает. Просто смотрю на вот эти тучи, мне становится немножко не по себе. Думаю, только пронеси, только пронеси их куда-нибудь подальше меня. Посмотрите, впереди что ждет. Потому что попасть под какие-нибудь сели совершенно не хватит. Мы едем уже все более-более в горные дороги. Будем надеяться, что этот просвет будет двигаться над нами до самого Сочи. Вот так, один заезд на пляж нам остается. Теперь на полчаса больше ехать. 4 часа 24 минуты, 213 километров. Сейчас будет приходить ночь. Я буду стараться что-нибудь вам подснять. Но это будет сделать уже гораздо сложнее. Ну, выезжаем, двигаемся, как говорится, Сочи, жди нас. Итак, ребятки, заехал я тут в номер, в гостиницу. Короче, где-то здесь, в Адлере. Вот, вот, в соседний номер можно подглядывать. И смотрите, что у меня за 500 рублей. Две спальные кровати, две тумбочки, такой гардеробчики есть, пуфик, холодильник, мини-чайник, телевизор. Здесь у нас просто место, куда можно было поставить холодильник, наверное, они поставили. Чашка, кондиционер, очень жарко, могу сказать, что прям хорошо. Здесь у нас такой вот шкафчик, система не работает. Ну, пока, наверное, сейчас не включена. И санузел. Санузел, зеркало, ванна, анитаз, даже есть фен. Тут можно записываться, тут качество хорошее, света. В общем, ребята, за 500 рублей, думаю, достойно. Это причем, что до моря здесь метров, ну, 300 максимум, я думаю, железная дорожка рядышком находится. Проблема с парковкой, машину встал вообще далековато отсюда, ну, как есть. Вот теперь надо ложиться спать, отдыхать, завтра в горы выезжать. Так, там вроде видно даже рассвет. Доброе утро, дорогие друзья. Небольшой отзыв. Ну, спать, в принципе, нормально. Единственное, жутко жарко, пришлось открывать окно настижь, и часа в 4 ночи я открывал дверь. Полы жарят просто вплоть. Но в основном, как бы, все хорошо. Я переживал, что было много людей под алкоголем, но вроде бы, по крайней мере, я вырубился, мне никто не мешал. Не знаю, как они там ночь провели. Проснулся в 6.30, сейчас на часах уже 7.05, пока тут перебирал вещи, потому что вчера этим не занялся. И вот, все, я готов на выход. Едем в горы. Ночью здесь, походу, был сильный ветер, тем, что пройти надо двигаться. Соседи, кстати, у меня тоже есть. Тель называется Версаль, улица Просвещения 97. Самый песен, конечно, с парковками на улице. Попробуй на еди место. Начинаю, конечно, такое себе видео, но там впереди море. Даже кальянчики работать. Груша можно побить, а пляж называется Чкаловский. Прикольно, так атмосферненько, я бы сказал. Ну и море. Здравствуй, доброе утро. Самолютики садятся. Вот в чем случае и прекрасно. Ладно, за машиной погнали в горы. А то бы тут остаться все. Машина у меня где-то там дача стоит вдоль пляжа. Видите, всякие непонятные фавеллы. Доль берега моря. Ну, гостиницы с ними соседствуют. У, машинка вроде стоит. Это хорошо. Вот так вот. У меня сидя жила с шумом моря. То есть вот можно перебежать через ЖД и оказаться на морях. Эх, что-то я сегодня долго собирался. Ну вот, вырвались из плена пробок. Нам показывает время прибытия 8.50. 53 минуты ехать. 55 километров осталось. Впереди заснеженные горы. Красотища. Обратите внимание, какая красота начинается. С левой стороны в горах дымка, туманчик. Дождик идет. И при этом плюс один. Вон они впереди уже. Горы с снежными шапками. Ну, что мы в Сочи. Красная поляна, ребятки. Вон там горы находятся в прокат. Пойдем в сугроб смотреть. С парковками здесь, конечно, печаль. Да, хэд пойду. Как-то поставил машину. Но вроде бы никому особо не мешает. Пешеходный переход не перегородил. Люди пройдут. Все хорошо. Осталось теперь, короче, найти себе экипировочку. Так, прокат я взял в сугробе. Оборудование вышло 1200 рублей. В общем, шлем 400. А лыжи с палками и ботинки нашел под себя 800 рублей. Шлем взял вот там вот прокат. А что? Без шлепа просто я побоялся ехать. А у ребят оставались только маленькие размеры. Так, теперь мы хитрим и едем на Роза Стадиум. По крайней мере, мне посоветовали, там купить можно скипас и парковка бесплатная. Попробуем. Самый важный первый взгляд. Это Роза Стадиум. 960 метров. Парковка. Она здесь вроде как бесплатная. То есть никто не должен за это отборать денег. Пользуйтесь. Тут можно купить скипас, но надо проходить через полстахраны. 4,5 стоимость скипаса. 5,3 сто было в празднике. Сейчас вот подешевело. Офигеть цены. То есть, чтобы день покататься на Розе Хутор, надо отдать, ну, 1200 инвентарь и 4,500. То есть, 5,700 тысяч денег, чтобы покатиться. Ну, зато какие виды. Какая фантастическая, в принципе, красота. Тут еще какой-то подъемничек работает. Мне сказали, чтобы на Розу Пику ехать, надо двигаться в ту сторону. Здесь есть хышин двор, называется. И триада. Подъемничек, на который мы сейчас с вами будем отправляться. Смотрим на карту. Это южный скол. Мы вот здесь должны быть. Стадион, Борейх, Эхо. Вот она, триада. Подъемничек. Шик. И шел. Здесь красно-синие трассы на этом участке. Потом пересаживаемся на тундру и уходим наверх. Боба! Боба, не успел. Я успел. Давай, давай, давай. Привет. Мне кажется, что шерит, как будто я... Печалька. Тундра у нас остановлена. То есть, мы уехать на ней не можем, по всему сожалению. Но можно уехать туда вправо и там уже пересесть на другие трассы. Здесь, причем, у нас еще один есть кресельный подъемник. Так, ну что, год не катались. Обываемся. Ну, а мы про кухоль по впускам. Там синяя, там синяя. То есть, если... Не, сейчас не получится поехать. Я где-нибудь здесь и останусь, 100%. Надеюсь, что все будет хорошо. Ну, пока вот. Едем. Ну что, любимая, поехали кататься. Надеюсь, что все получится. Тут у нас поворот направо. И сразу несколько трасс начинается. Короче, сейчас поедем. Оверхутер, триада и горный патруль. Горизонт и лабиринт налево. Я думаю, что давайте прокатимся в лабиринт. Или попробовать сюда. Давайте ближайшую. Слухо, ноги-то помнят. Ух, косяк еще, знаете, какой. На оберхуторе поехали, а я все-таки по синенькой прокачусь. Не одел масочку. Вот так, я думаю, будет гораздо более круче. Ну что, Озаровский готов попробовать. Плохо, вот когда трассу не сдаешь, ездишь в первый раз. Ух, весовочек такой. Пушка. Ну, вот это уже и зеленка. Фу. То есть, селек совершенно другой. По сравнению с архизом. Более мягенький. Главное, не улететь никуда. Так же. Так. Так. Субтитры сделал DimaTorzok С непривычки ноги в шоке Так, у нас в ту сторону красная пошла Но мы не пойдем Да, раскатываюсь с синей трассы я впервые Тут такие моменты на ней Вообще она красненькая становится Самое интересное, еще ни разу лед нигде не поймал Информации тут предостаточно Туда на Роза Стадиум Здесь горизонт и Оберхуто И Триада Это подъемник Тут в сторону туалеты и Борей Наверное съездим до туалетов Посмотрим Борей Маска непривычно давить на нос Немножечко, но я думаю Раскатаемся Палки пришлось брать в одну руку Я честно думал, может в этот раз палки вообще не брать с собой Ну потом, ну ладно Вдруг понадобится Здесь на прямых лыжах на выкат Вот не знаешь трассу, поэтому Чуть-чуть притормазываешь Вот он, тресельный подъем Рядочком оказался Стало интересно, где что-то тут санузел Туалеты с водой Офигенно, комфортно, классно Кстати, смотрите Расходятся тучки Тресельный подъемничек Тут все автоматика И садимся Все, теперь наверх Виды, конечно, тут на фрирайдеров Причем которых очень много Невероятно классно Так, ребятки, едем дальше Вернулись мы наверх Все еще не открывают подъемник туда дальше Но уже становится светлее Это хорошо Мы полетели С этого подъемника Мы сами уже уходили сюда направо Теперь, я думаю Все-таки или спуститься до конца вниз К этому же подъемничку Или все-таки поехать туда На синюю трассу Давайте, наверное, на синюю трассу прокатимся Хотя там, говорят, условия похуже Ладно, поехали, короче, сюда же С музычкой, ребятки Теперь уже скорость гораздо поинтереснее Причем были в Коша Раз Красная трасса Ну смотрите, какой объем Ну там дальше типа начинается синий Это так, участочек кому не повезло Второй спуск идет уже поинтереснее Потому что все понимает организм уже Главное, вот сноубордисты Для меня это прям боль Самая больная под теме Это была, когда меня подрезал сноубордист Вот видите, трасса делится на две А тут, ребята, здесь райли по фрирайде Жалко, на этой камере нету скоростей Сколько развиваешь Ну вот вам, пожалуйста Синяя трасса как себе домой заходит Осталось еще на красной Попробовать Палки, правда Зря взял, таскать приходится с собой Но иногда они помогают по-любому же Должны же быть палки у лыжника Представьте, если бы Ух, какой ветер, а Я был без Камера То есть Кататься было бы еще гораздо лучше Здесь выход Главное, вот так вот Попривозу туда и били И улететь А вот кресельный подъемчик И трасса шикарная Просто шикарная При том, что она уже подразбитая Прошлый раз я тут тоже останавливался Ребенок у гаразии Хорошенькая, красненькая Без камеры бы, наверное, может и зашел бы на красную Обучение В прошлом году, короче, Архиз из меня все-таки сделал Более-менее нормального лыжника Может, когда-нибудь я все-таки нормально Не случайно, так сказать, буду и по черту катать Пока вот скорость все равно мне не очень нравится Вот здесь мы уходили в прошлый раз до кресельных подъемов А сейчас роза в стадион поедем Вот такой спуск только что сделал, ребят Он довольно-таки крутой и длинный Ноги Вот часто думал, что уже дотренированный На кайте, на борде катать Но нет, все-таки еще тяжело Фух, поменял батарейку Можно продолжать Видите, будет опять новая трасса Туда мы уехали на кресло Как я говорю Как я боюсь все-таки Ребят на досках Поэтому лучше отпускать вперед Эта девочка выглядит прям очень хорошо Не практически И вау Какой вид, а Без концентрации я так обращаю Сильно не разогнался И парень не чувствовал А сейчас он почти на выход Значит, здесь можно разгоняться Вот, видите, ребенок лежит Надо быть аккуратным Тут можно покушать чего-то Ух, получается, еще дальше Опускаюсь, опускаюсь Опускаюсь Вот, смотрите, как маленькие катаются Вау, тут снег задран прям вообще Опускаюсь, это вот ноги просто горят и пожалуйста грузите надряду так ребята тут что-то короче до чего летит снег становится плохо видно и там закрывают трассу я все мечтаю на розу пик подняться хотя бы надо это делать, а то есть шанс вообще не получится ну ладно, паркуемся, погнали попробуем так, разгон нам надо взять мы два раза уходили на вот этот подъем сюда направо, сейчас все-таки я хочу розу пик на лабиринт будем уходить очень надеюсь, что все-таки моя мечта сегодня сбудется, потому что приезжать еще раз и let's go жалко, конечно, мне поснимать некому так, я думаю, контент был бы гораздо более интересный, вот здесь так мало людей катаются, не спор, что даже вельвет остался ну тут синяя трасса, да, помечена то есть и совершенно другой уклон чуть побольше, чем мы зелененькие так, лабиринт указатели завалены, это печально ну тут выкат, прям выкат такой классный ух слушайте, идеально просто для расслабления трасса какой-то чувачок между собой нарисовал слушайте, мне вот это прям вообще заходит смотрите, как далеко не идет уши закладывают даже от перепада опа палка мне мешает с камерой, сейчас мы ее отключим все-таки, насколько проще кататься без палок было бы, а еще лучше без камеры пока отключал, ребята, которых я снимал смотрите, вон там они вообще все-таки Лучше гор могут быть только горы, на которых ты не бывал. Я здесь не катался, даже не был на стадионе. Очень рад, что побывал, открыл для себя новую часть. Смотрите, мы не можем идти на… Интересно, там люди едут. Так, это вот берем. Так, все, нам сюда. Вот, хорошо катающиеся саварбордисты, которые едут на заднем танце. Просто размотал. Получается, мы с лабиринта ушли на трассу Тритон. Вот он, обозначение. Оттуда нам надо попасть на «Кавказский экспресс». И на нем ехать на «Роза пик». Выкат. Здесь у нас подъемник «Волчья скала». подъемник «Волчья скала». И вот он, кресельный. Пик закрыт. Закрыли пик. Всех вниз от. Только для прогулочной. Вы выходите. Вот эта печалька. А прогноз какой откроют сегодня или нет? А? Вот эта печалька. Прогулочная. Это жесть. Такой печалька. Такой печалька. А еще не свечи двойной. Ну, короче, печаль. Сейчас на пик никого не пускают. Только прогулочную. Потому что там сильнейший ветер. Ну, я бы, честно, кайфанул бы. Хотел бы. Придется еще раз прикиньте ехать. Пытаться здесь прокатиться. Смотрите, что сейчас закрыто. Нам надо по Тритону уйти на лабиринт. Смотрите, здесь мы можем подняться вон туда в горы. Отсюда съехать. А потом уже выкатить и пойти сюда. И уехать в ту сторону. Я думаю, что стоит. Вот надо нам на креселку посесть. Ну что, прокатимся немножко здесь, на севере. А потом будем уже возвращаться. Попробуем на креселку уехать. Так, самое главное не забыть. Это очки и наморник. Музыканты здесь. Тритон. Направо нам надо вот туда. Тут с новобордистом не везет. Поистория 1600. Смотришь на эти горы и думаешь, как я тут сейчас буду спускаться. Это нереально. Вот он. В очередь и поедем повыше. Прокатимся. Можно немножечко поглазеть по сторонам. Мама. 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 Дальше креселка жалко не работает. Нужно вообще подняться. Это район тоже роза пик. Видите, там какая метель идёт. Уф. И поедем и помчимся на оленях утром раннего. И отчаянно варьёмся. Фрирайдеры куда-то там пошли. Никуда. Вот такой выкат направо. Есть и синяя трасса. Я думаю, что мы пойдём на синюю, на тритон. Знейку я как-то катал. Уже даже у меня полное видео есть. На чёрную. Что там за круто. Покажу только в ту сторону. Красная трасса гираж и лёд. Трасса закрыта туда вниз. У меня опять тритончик вошёл. То есть синие трассы вообще на изи заходят. То есть можно ехать, кайфовать. Камеры там разные стороны снимать. Со змейкой пересечения. Можно было по змейке ехать. Тут классно сделано ограждение. Да, если мы катались на триаде. С той стороны там ограждения вообще не было. Здесь как бы всё есть и это хорошо. Это тут лёд-тёл. Вот такой лёд-тёртёл. Ну-а это вот хорошо. Камеры, камеры, камеры... Вроде в маске, а глаза затекают, вязание, потому что где-то как будто что-то продувает. Мехатритон, вираж, левый стол, лёг чувствуется. Вот как это бежать. Сноубордисты это зло для лыжника. Они вроде бы ничего катаются. Сюда змейка пошла, нам надо же туда на тритончиков идти. Пустим на трассе. Можно было трассе закрытой с этой стороны, нам надо туда по-любому. То есть тритон сюда, мы вот туда выкатились, с Кавказского эспрессо, переходим направо. Тритон, контролируйте скорость, крутой спуск. И заходим дальше. Только не заболейте ребята лыжами, горами. Потому что это действительно очень круто. Подешевле бы, конечно. Потому что ценник как будто... Ну это трассы, наверное, лучше, чем даже в Пуршевеле. Потому что всё новое. Всё классно. Выбор большущий. Особенно ещё мы даже на южные склоны с вами не побывали. Хорошую погоду вчера. Юга были открыты. Теперь мне надо уйти обратно. На те трассы, на которых я катался. Красота. Говорится, лучше гор могут быть только горы, на которых ты не бывал. Ноги забиваются только. Прикольного парня. Видите, у него черепашка за него типа сзади держится, чтобы сидеть на ней мягче было. Что-то только нет прикольного такого. То есть стиль довольно-таки интересный. О, черепашка. Тут пару виражей. Можно будет перейти обратно на трассу, по которой мы ехали. То есть я шесть минут спускаюсь уже. Вот он и вышел. Трецом. И выход обратно вернулся на трассу. Лагеринт. Сюда мы с вами уже ездили. Осталось только вот вниз спуститься. Я помню, когда я видел такие склоны, у меня прям сердце в пятки уходило. Я думал, что делать дальше. Сейчас мы там спускаемся. Я вообще видел такие... Ноги забиваются, правда, на них. Потому что скорости сильно не койтся. Приходится оттормаживаться. Это довольно-таки тяжело. Я бы тут раз вот кусочек вышел бы в трассу. Мы там ехали-ъехали. И потом бац, у тебя началось. Какая она широченная, конечно. В принципе, можно и не разгоняться. Можно вообще на лайтах ехать. Разве это интересно? Ну, конечно. Да. 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 Ноги-ноги отваливаются. Просто отваливаются. Если я упаду, то упаду только из-за того, что ноги болят. Смотрите, сколько лыжников сюда пошло. Это еще не конец. Еще спускаться и спускаться. Только 10 минут едем. Ладно, поехали. Сноубордистов едется только. Сейчас ведем коэкции надо езжать. Тут скорость почувствовала. Тихо. Так, склон получается, как-то кондирует. Смотрите продолжение в следующей серии. Даже уже говорить не хочется, едут они автоматики. Ноги, ноги в шоке. Смотрите продолжение в следующей серии. Валяются люди, то там, то там и озеро. Ой, как тут едой пахнет. Сейчас слышу. Многие. Прям остали очи. Музычка раскачивает. Я это сделал. Чуть не упал, кстати, один раз. Смотрим на горы. Красота. Что хочется сказать. Пора пробовать красную трассу. Надеюсь, что я буду жив, здоров и невредим после этого. Мы надряги подменялись вверх. И сейчас на какую-нибудь попробуем выбраться. Вот реально не понимаю, зачем я палки эти брал. Контроль совершенно другой. Единственное, что пока надо к скорости еще привыкнуть. У меня пар покатательников. Я бы вообще не тормозить перестал на этих трассах. И сейчас обижаем всех и погнали. С Богом. Смысл такой, что чуть ниже спустился. У меня сел аккумулятор просто. И вот отсюда мы поедем на оберхутор. Я надеюсь, что у меня все получится. И вы меня в комментариях поддержите. По крайней мере, я на это очень сильно рассчитываю. Ух. Ну, погнали. Как говорится, с Богом. Вот это скорости. Ну, я не сказал, что она с чем-то сильно отличалась. У нас только что там, допустим, от синей трассы или других трасс. Оберхутор 17. Может только сейчас все начнется. А тут лед. Не знаю, какая трасса туда пошла. Ну, вроде бы оберхутор идем. Я вот когда вижу среди себя помеку. Не знаю, что не подсидела. Не-не-не. Да, камера не перейдет все равно. Будет ощущение кайфов. Чуть не упал. Слушайте, да тут синий, по-моему, один в один как красный. Чем они отличаются, непонятно. Вот это выкат синий трассы идет. Селфи, ребята, мутят. Ух-ху. 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 Красненькая. Мы ходили обычно туда направо. А мы идем на оберхутор же. Ух-ху. 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 Вот это да. Вот этот вот. Вот этот вот. Так, ну когда смотришь, как малявочки вот такие прям идут. Ух-ху. Ух-ху. Что-то такого, да? Ух-ху. Вот они, сналбардисты, на контакт, получается, срывают как раз таки психозеночку. Из-за них потом очень сложно откантоваться. Ух-ху. Ух. 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 на ножке непривычки прям тяжело есть горизонта сюда также какая-то красная идет и думаю тоже самая оба хутор вот тут кресельный подъемник закрыли ну хорошо что мы на нем прокатились и посмотрели зацепился выжили с непривычки вообще сейчас все разогнался зацепился лыжней друг за друга но устоял самое главное живое поехали дальше я помню как я на зеленых трассах падал можно ехать пожалуйста мы выпускаемся с камеры на виду у нас красивые фильмы про тех кто катается горизонт и орберфутор а Ааааааааа! Хуууууууу, потери шашлыки ешь. Ничего так людей сидит на перекусе. Я думаю или попозже или вообще сегодня не будем, так как каталки осталось не так уж и много. А то весь вечер можно садиться кушать. Я помню как раньше смотрел на людей, которые так потихонечку спускаются со всех самых спусков, теперь сам так умею. Все, ноги по-моему уже у меня забились, посидеть точно где-то надо. Пуф. Все, и выкат. Я думаю пора хотя бы чаёчек или гранитёнь попить. Ух, красное, пожалуйста. Ужин, обед, завтрак. Но вид шикарный. И вот такой вот хот-дог. В общем поели, можно и дальше покатать. Как хотелось бы конечно чтобы розу открыли, но пока как есть. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok